Подъехали к селу, начали обстреливать эту агрофирму. Потом начали вести огонь по домам. Заехали в село, наша артиллерия начала их бить. Эти пули, если честно, это засада ДРГ. Вот парнями прострелили, ему касательным попало. Вот одна пуля, вот стекла нету, вот на такой машине. Нет, едем там. Что там такое? Торти лежат, уцелили, прикиньте. Тут был кондитерский цейт, и там тортики лежат. У вас там бандеровцы ходят по улице с автоматами, людей расстреляют, детей маленьких едят. Я говорю, подожди, кто тебе такой ужас сказал? И он мне, сдавайся, а то вам будет там крышка. Никакого военного объекта здесь вообще даже нет. Это просто девятиэтажные жилые дома. Так вот выглядит русский мир, который приходит помочь. Кому не ясно. Добрый день, это программа «Балтия». Меня зовут Геннадий Куркин, я журналист. Вот уже почти два месяца, как я нахожусь в Украине, помогаю этой стране, чем могу. Начинали мы с того, что развозили медицинскую и другую гуманитарную помощь. Но в свободное время, это странное понятие, здесь нет такого понятия. Катастрофически не хватает свободного времени, но тем не менее я беру в руки камеру и фиксирую все, что здесь происходит. А происходит здесь просто невообразимое количество человеческого горя, разрушения, смерти, война без всякого преувеличения. Этот материал я бы назвал «Взгляд на войну» глазами журналистов из Латвии. Подъехали к селу, начали обстреливать эту агрофирму. Потом начали вести огонь по домам. Заехали в село, наша артиллерия начала их бить. Они начали убегать, они не повернули туда, где заходили, а вот здесь вот выскочили и начали убегать. И вот здесь вот БМП подбили, вон там танк забуксовал, они его оставили, наши забрали его, вытащили, поехали ихним же танком их долбить. Коваленко Василий Александрович, мы жили в Казахстане, переехали сюда в 96-м году. У меня живет в Германии товарищ, вот, в городе Кульмбах. Мы с ним начали разговаривать, он говорит, Вася, твое отношение к этому всему? Я говорю, ну какое может быть отношение? Нам объявили, то есть не объявили, а начали с нами воевать, началась война. Самая настоящая масштабная война. Потом прошло время, как начали бомбить село, нам пришлось уехать, тоже мы созвонились, он спрашивает, что там у вас? Я говорю, война идет, что там у нас? Русские наступают, наши обороняются. И он мне заявляет, так вас давно надо было расстрелять. У вас там бандеровцы ходят по улице с автоматами, людей расстрельют толпами, людей расстреляют, детей маленьких едят. Я говорю, подожди, кто тебе такой ужас сказал? И он мне, сдавайся, а то вам будет там крышка, у вас президент, клоун. Я говорю, да клоун, он не клоун, народ настроенный против России. Мы к вам не шли, то есть мы в Россию не шли, Россия к нам пришла. А пришла, ну получает по полной. Тут колонны бомбили так, что в плен брать некого было. Солдаты их не горели. Головешки по трассе валялись, там где они шли. И он мне начал, ты такой, ты такой, я ему говорю, что такое, это Россия воюет. Он мне доказывает, нет. Вот я смотрю российский канал первый, и там сказали, что Россия не воюет, она просто мирно идет. Это вы сами себя убиваете. Ну как мы можем сами себя убивать? Как мы можем свои дома разрушать? Ну как? Он меня удалил с друзей, он со мной общаться не хочет, потому что я ему сказал правду. Вы уничтожили агрофирму, вы уничтожили простым людям дома, уничтожили. Что вы хотели этим доказать? Я не понимаю. Ну посмотри своими глазами, где здесь военные базы стоят? Где здесь американские лаборатории, так как они говорят, что они их уничтожают? Где люди сеют хлеб? Никто не спрашивает, почему так русских не любят? А за что вас любить? Если вы постоянно воюете, вы постоянно разрушаете. За что вас любить? У вас, если не с кем воевать, с чужими, вы внутри себя находите врагов и своих же людей уничтожаете. За что вас любить? За что вас любили? Дома. Покажи зайца. Путешествия в Германию. Вот так заходят макаровские жители в свой будильник. Окна целые почти. И мы смогли открыть дверь. Боже, прикиньте, была такая сила удара, что у меня кремики попадались. Слушай, ну я могу сказать, что тебе повезло. Дом цел. Я вам скажу, я такая радашая дома. И на загущенку не учили доедать. Две настоящие украинские медсестры. Они вернулись, две героини, в город и будут помогать людям распределять лекарства и делают вообще все, что нужно. Да, девчонки? Да. Да. Что там такое? Торти лежать, уцелили, прикиньте. Тут был кондитерский цейк и там тортики лежать. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я в шокі просто... Добавил DimaTorzok 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 жили в мире и чтобы вот это зараз все закинчили чтобы не пришлось им дорубать за нас ось так вот я вам скажу после оккупации крыма было принято решение сохранить традиции сохранить бренд артека в украине и пуще водиться под киевом 2016 году открылся международный детский центр артек 22 числа кабинет министра то и решение экстренной эвакуации детей сирот и людей кто находится в тяжелой жизненной ситуации из зоны зипнения это серая зона донецкая луганская область собрали 166 детей сирот 24 они выехали когда началась и 25 они в два часа ночи приехали в киев уже было понятно что там точно будут боевые действия про киев никто не думал их привезли сюда 166 сирот из донецкой луганской области дети приехали оттуда где уже восемь лет идет война они не реагируют особо на выстрелы с нашей стороны они отличают град от гаубицы то есть но они спокойно они учили наших воспитателей вожатых не паниковать и не бояться и по звуку определять что летит пуще водится это окраина города киева это курортная зона максимально безопасная и мы даже если понимали что если возможно в донецке и луганске будут какие-то военные действия но киев курортная зона ну тут дети точно в безопасности до среду возле артека по позициям вооруженных сил наших избранных сил украины было три удара крылатыми ракетами я связался с министром социальной политики марина лазерной говорю что на срочное украина детей и в течение буквально там шести часов мы собрали детей в четверг в 9 утра вывезли всех детей когда мы уезжали с пущей водицы прямо на дороге стояли расчеты градов дети им машут они машут но я не мог когда он выезжали они этим ребятам маш а хаупец в грады заехали могу писать фотографии но слава богу в субботу мы их отвезли в закарпатье я вернулся в воскресенье а в субботу разбомбили горинку очень много очень много людей погибло село в котором даже приблизительно нет ничего не то что воинской части вообще ничего и все у кого сгорели они пришли мы приехали в артек меня дебил жить вот так буча гостомель мощу и там бородянка раньше вот и все это не было черное от взрывов выстрелах если было бы сейчас погода вот в том просвете было бы видно бучу сутки к в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 потому что авиабомбы разрушили полностью здания и подвалы. Сегодня не достали ни одно тело, вчера достали два тела в другом здании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю даже, как вообще выразиться и что сказать, потому что город Бородянка очень ярко показывает. Мы видим 5-6 домов, которые были уничтожены авиабомбами. И о каком вообще освобождении Украины мы говорим? Это идет уничтожение, просто уничтожение страны, уничтожение людей. Люди здесь заживо похоронены в этих домах. Никакого военного объекта здесь вообще даже нет. Ну, нет, это просто 9-этажные жилые дома. Так вот выглядит русский мир, который приходит помочь. Кому не ясно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во всем мире сегодня никто не скажет вам, как и когда эта война может закончиться. Но нигде, как в Украине, верят в то, что она закончится в ближайшее время. И победой Украины после всего увиденного в это верю, искренне верю и я. Просто потому и для того, чтобы эта война не пришла на мою родину, в Латвию. Я желаю вам мирного неба над головой. Меня зовут Геннадий Куркин. С вами была программа «Балтия». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин